Продолжаем программу. Как запорожские волонтёры помогают участникам АТО и что может сделать каждый из нас во благо армии? Об этом и другом говорили в муниципальном пресс-центре. Для более эффективной деятельности волонтёры Запорожья разделились на группы. Кто-то занимается продуктами, кто-то медикаментами, кто-то защитным снаряжением для армии. Говорят, и переселенцы, и военные нуждаются даже в элементарных мелочах. Что до армии, то основные усилия сконцентрированы на помощь нашей 55-й арт-бригаде, базирующейся на уральских казармах. Часть уже прибыла оттуда, часть проходит подготовку на полигоне. Отвозили предметы личной гигиены, отвозили нижнее бельё, отвозили, собственно говоря, такие мелочи, как плёнка для обустройства души, медикаменты, мыло, моющее средство. Всё-всё-всё это нужно в ветошь отвозили, потому что оружие чистить нечем. Лекарств нет. Когда мы привозим в какую-то из частей лекарства и видим те аптечки, которые выдаются солдатам, нам хочется плакать, потому что бинт, йод и палочка ватная не спасёт жизнь никому. Впечатлённые эффективностью противокумулятивных экранов для техники волонтёры организовали проект «Народная броня». Очень многие николаевские БТР и БМП уже оснащены защитными сетками запорожского производства. Вы нигде не увидели кадров, подбитые наши техники с кумулятивными экранами. Та техника, которая сейчас обшивалась на заводе Малышева, но на сегодняшний момент завод не предоставил нам чертежи. Мы начали сами сюда подключать и инженеров, и общаться, выезжать на передовую. Нам десантники подсказывали, кто-то служил в Ираке. Волонтёры призывают всех запорожцев проявить активность. Ведь 100 гривен, потраченные не на отдых в кафе или клубе, а на потребности армии, могут буквально спасти чью-то жизнь.